Приветствую вас, сразу скажу, что вам бы обратиться надо к сексологу, вот, ну просто поговорить. Эта беседа, естественно, не публичная, да, не такая вот, что, как вы сейчас опубликуете свой вопрос, да, на общее обозрение, ну я имею в виду посетителей сайта и экспертов. Вот это вопрос, это куда более сильная личная и доверительная беседа, вот, ну сексолог, будучи специалистом в своей области, определенно сможет вам что-то порекомендовать. Правда, конечно, сексолог это не психолог и не психотерапевт, и поэтому, несмотря на то, что сексология очень часто является основной частью психологии, но тем не менее, тем не менее, тем не менее, я вот, например, сексологией практически не занимаюсь, вот, ну просто как бы интересен к этому моменту. Значит, как психолог, да, как психолог, что я могу сказать вам по вашему тексту. Значит, во-первых, болезненные прикосновения к груди это к врачу, это к врачу, это к врачу к чувствительности к нервам. А если там ничего нет, то есть если вы полностью здоровы, тогда это психосоматика, то есть отражение в физиологических проявлениях каких-либо психологических проблем, противоречий, комплексов и так далее, и так далее. Но сперва нужно проверить, кто такой врач у врача. Ага. Может быть, это что-то гормонально. Может быть. Потому что, ну, прикосновение к груди, вроде, бывает болезненность при циклах, да, и при беременности, хотя я точно этого сказать не могу. Вот. Соответственно, вполне возможно какой-то гормональный сбой. Может быть. Это то, что вот с физиологической точки зрения можно сказать, да. Но, но, то, что касается отсутствия психологической потребности в сексе, не является отклонением. Потому что, есть такие люди, у которых потребностей в сексе просто нет. Ну, нет и все. Есть те, кто сексуально активен, а есть те, кто сексуально более-менее пассивен. Нет, и не надо. Жалко, что вы вот не написали, получаете вы оргазм или нет. Вот. Потому что, если оргазм получаете, то все в порядке с вами физиологически. Если оргазма нет, то, соответственно, это уже куда более серьезная проблема, как правило, связанная с запретом на секс. Что очень часто бывает в семьях, и зачастую за счетом того, что вам 34 года, соответственно, ваши родители были в Советском Союзе, и, соответственно, там очень много, очень много возможно было запретов. Несмотря на то, что вас баловали, несмотря на то, что вы говорите, семья у вас прекрасная, но тем не менее, тем не менее. Какие-то запреты все равно были, скорее всего, невербальные. Ну и, если вспомнить, да, что в Советском Союзе секса нет, ну, как-бы все становится понятно. Вот. То есть, если не брать в расчет вот эти моменты, о которых я еще скажу, то отсутствие психологической и физиологической потребности к сексу, это нормально. То есть, я не считаю, что сексуальная активность, она обязательно должна быть. Ну, опять же, при условиях, при условиях, да, о которых я сказал. Если эти условия не соблюдаются, то есть проблема. Проблема. Дальше. Значит, для меня секс, это что-то из мира животных, что-то человек, в принципе, должен переносить с тремя духовной жизнью. Считаете ли вы такое мировоззрение ненормальным? Я считаю его не то, чтобы ненормальным, я считаю его, а, невротическим, б, просто нереальным, то есть неестественным. Потому что человек животное. Человек грязное животное. Уменьшее думать. Вот. То есть это неестественно. Вы пытаетесь быть не тем-то, кем вы не являетесь. То есть вы отторгаете себя. Да. Вот. И. В. 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 А, секс. Это продолжение духовного. Если мы говорим о сексе по любви. Не. Не о беспорядочных половых связях, да, а именно сексе по любви. Но это продолжение духовного слова. Поэтому, как бы, секс и духовность, они никак друг другу не противоречат. Так что, не то, чтобы ваша позиция ненормальная. Ненормальная это, знаете как, это фантастическое что-то, отклонение, какого-то там галлюцинация, иллюзия. Это ненормально. Это, я, это то, что я сказал. То есть по сути, по сути, ээээ, говоря о том, что это что-то из мира животных, и то, что человек в принципе должен переносить, вы отвергаете саму суть человека. Потому что, если бы все думали люди так, как вы, то человека бы не было. Да? Вот, вопрос, эээ, такой есть, эээ, прием хороший. Как понять, эээ, вредно ли, правильно ли то, что ты делаешь, или нет? Вот как это понять? Просто представьте, что все люди в мире делают это, чтобы был. Ого. И всё, и всё. То есть это против своей природы, это против самой природы человека, то, что вы говорите. И, соответственно, отрицая свою природу, вы отрицаете и, эээ, сексуальное желание. Вот. А, дальше. Вы посчитаете это отклонением? Ммм, нет. Ммм, нет. Ага, отклонением, это не является, ну, как бы вот, точка времени, что-то болезнь, да, или что-то такое, это не является. А, прикосновение к груди, я уже сказал, повышенная чувствительность, болезненность. Ага, это не связано с психологией, это физиологическое, что-то. И пока не будет выяснено, выяснить этот факт, я не могу ничего сказать. Но вообще, если вам не хочется, в принципе, заниматься сексом, да, вот, то прикосновение к груди, болезненное прикосновение к груди, болезненность этого, выглядит вполне себе, как нормальная защита. Такая, я бы сказал. Вот. Тут, правда, еще очень важно знать, всегда ли так было. Было ли такое с первым мужчиной, было ли такое со вторым мужчиной, сразу, изначально. А то как-то непонятно. Если болезненность появилась, появлялась по мере того, как вы теряли свое сексуальное желание, например, ну-у-у, тогда скорее всего это психосомантика и скорее всего это можно исправить. Если это было параллельно, то тут не знаю, тут дело во врачах. То есть, это медицина здесь. Следующий момент. Понимаете, поскольку секс и рождение детей, в общем-то, неразрывно связаны, правда, связаны они, скорее, как целое секс и рождение детей частного. Но, тем не менее, связь это и есть. Так вот, поскольку вы ображаете, обторгаете идею секса сейчас, то и идею рождение детей вы поэтому тоже обторгаете. То есть, рождение детей также считается что-то грязным, нечеловеческим. Направок и секс, и рождение детей, это едва ли не самое прекрасное, что есть в жизни человека. Я уже молчу о том, что секс это сильнейшее наслаждение, которое сильнее любого наркотика и абсолютно безвредно. И против всего этого вы идете. Это не может быть, случайно, такая позиция. Вот. А дальше. Возможно, это просто самообман, построенный на каких-то комплексах. Самообман? Нет, самообман вряд ли. Если бы это был самообман, вы бы не пришли на сайт. Или задали вопрос совсем по-другому. Нет, самообман вряд ли. Комплексы, да, скорее всего, комплексы есть. Я не думаю, что это самообман. Я думаю, что это попытка рационализировать. То есть, придать форму каким-то запретам. Оправдать запрет, скажем так. Я думаю, так. Ну и, соответственно, снятие запретов, плюс работа сексологом, я полагаю, вам поможет. Дальше. То, что ваш муж старше вас на 17 лет, это просто. То есть, это про отношения от отца. Либо слишком близкие, либо слишком отстраненные. Эм, так. Вот вы говорите, что между нами были разногласия и ссоры, из-за чего? Тут тоже нужно выбирать. Может быть, сексуальное желание начало уходить именно под влиянием ссор. Такое тоже может быть. Вот. А, значит, детей не я, не он не хотим, но он не хочет, а что у него же есть дети. Ага, я никогда не испытывал такого желания, детей в смысле. Семья была прекрасная, любящая, даже, возможно, были моменты балований. Это идеализация, потому что ни одна семья не бывает прекрасной, в любой семье есть проблемы, в любой семье есть сложности. Вот. И судя по тому, что у вас мужчина старше на 17 лет, судя по тому, что детей вы не хотите, и к сексу относится так, далеко не сделало гладко у вас в семье. Но для этого вам нужно быть готовым это принять. То есть поставить под сомнение, скажем так. Эм, то что были личности, э-э вашей куклы, с которыми вы играли, в принципе, с одной стороны, хорошо, что они были личностями. Но, с другой стороны, мне кажется, что активно подавлялось ваше детское эго-состояние, потому что секс, либидо, это всё детское состояние, это всё творческое составляющие. Это активно подавлялось. Задавлялось, точнее. То есть, любовь была слишком духовна. Возможно. Родители сами к сексу относились особенным образом, как-то. Либо полностью стерилизовали в этом плане вас, ваше восприятие. То есть, никаких прикосновений лишних, ничего вообще. Нет, не было. Но, опять же, это из области предположений, то есть, тут надо смотреть, изучать, может быть, всё совсем по-другому остается. Но, что-то куклы никогда не были вашими детьми, это всё же говорит о том, что вы не прошли все вот эти вот этапы, все этапы созревания. Может быть, опять же, это связано с тем, какие посылы вам давали родители. Это тоже нужно разбирать. Так, просто не видит смысла усложнять свою жизнь родением дополнительного человека. Ну, это интересное высказывание, что вы не видите смысла усложнять свою жизнь родением дополнительного человека. А кто сказал, что это сложность? Вот, кто сказал, что это сложность? Почему это сложно? В чём сложность? Если вы готовы, если вы хотите, если вы полноценны, духовны, если вам есть что отдавать, вам хочется отдавать, а то есть, передать опыт. То, что для вас это сложность, это вот и есть представление о детях, о сексе, о детях. И ещё неизвестно, что песто первичнее либо отношение к детям и через детей к сексу, или отношение к сексу и через секс к детям. Я почему-то думаю, что отношение к детям. Дальше, лучше помогать детям мужа в таком случае, одно другому нам мешает, или другим людям они уже родены и нуждаются в помощи. Интересно, что вы выделили слово уже. Мне бы не хотелось играть в угадалку, да, в угадайку. Было бы здорово, если бы вы как-то объяснили, почему вы выделили слово уже. Уже рождены. Это рождены кем-то, но не вам. Им можно помогать, им нужно помогать. И, понимаете, если бы вы просто не хотели детей, но при этом занимались бы сексом и получали бы от него удовольствие, это было бы нормой. Потому что, ну, это выбрать человека, хотеть детей, не хотеть детей. И если бы вы не занимались сексом, но детей бы хотели, это тоже была бы норма. То есть, как бы, ну, указывать свой темперамент, указывать свои потребности, и, в принципе, бывают такие люди, которые вот равнодушны. Ну, а в купе это просто вырастает в определенную систему ценностей ваших. В первом мужчине я жила пять лет, не пишите вы, жалко его возраст. Был ли он старше вас? Ну, судя по всему, тоже был старше. На тот момент у меня был интерес и любопытство к сексу, бывало, что я была его инициатором. Ну, вот, понимаете, интерес и любопытство к сексу обычно у детей. Причем у детей до школьного возраста. Именно любопытство и интерес. Потому что у подростков, у молодых людей, и вообще у людей, а тяга к сексу, это не любопытство и не интерес. Это скорее желание, а просто желание, просто попременность, просто определенная мотивация, которая стимулирует определенное же поведение. Поэтому здесь, опять же, идет какая-то рационализация, идет какая-то сознательная деятельность. По типу, а что это такое? Вот, а дай-ка я это попробую, и так далее. Значит, бывало, что я была его инициатором. Ну, тут тоже надо бы посмотреть ваши отношения, как были, для чего были, что по итогу происходило, да. Затем я уехал в другой город, мужчина не захотел ехать со мной, в другом городе передо мной открывались новые хорошие перспективы. Затем я познакомился с моим настоящим мужем, сначала сексуальное желание тоже присутствовало, мы занялись любовью в первый день нашего свидания, что для меня не свойственно, так как это вообще только второй мужчина за всю жизнь. Ну, может, это тоже интересный момент, по какой причине вы поступили так, как поступили. То есть я вас, опять же, не обвиняю ни в чем, не считаю, что вы совершили что-то аморальное, не считаю, что вы совершили что-то плохое. Просто надо бы здесь подробно все рассмотреть. Но вот встретили мужчину, своего будущего мужа, и случилось что-то, что простимулировало вас на первом же свидании заняться с ним сексом. Что, кстати, говорит о том, что, в общем-то, вы довольно сексуально активны для вашего мужчины. То есть для вашего мужчины это означает, что вы довольно сексуально активны. Вот. А, значит, так. Ну вот вы говорите, да, что не свойственно. Никак это не поясняйте. А, значит, ну и как и не поясняйте, сколько времени прошло. А, замужем больше десяти лет. То есть, эээ, двадцать четыре года вы встретили. Семнадцать, двадцать пять, двадцать три, то есть, получается, что лишь год прошел. Даже меньше года. Но надо сказать, что вы быстро замуж вышли. В случае того, что с первой мужчиной вы жили пять лет. А, замуж вы вышли быстро. То есть там, возможно, эээ, не закончились чувства к одному мужчине, а вы уже начали строить отношения с другим. Вот. Отсюда может быть и, эээ, такое активное поведение сексуальное, потому что вам хотелось любви. Вот. Вам хотелось ласки и внимания. Ну, опять же, это предположение по поводу того, почему вы, почему вы, почему вы с ним переслали. Но то, что вы слишком быстро встретили нового мужчину, это, это одно отношение. Потому что там того, что пять лет до этого, до этого сши, сшили, эээ, с другим человеком. Вот. Эээ, мне кажется, что, эээ, тут вот нужно выяснить, эээ, как вы относились к первому мужчине, как вы восприняли то, что он к вам, с вами не поехал и так далее. Об этом вы ничего не пишете. Вообще эмоций у вас практически нет в тексте. Вы действительно называете, здравствуйте, я женщина. Как-то абсолютно безэмоционально. Такое ощущение, что эмоций у вас вообще нет. Или их очень мало. И в таком случае можно говорить о том, что, эээ, у вас, может быть, сценарий жизненный не чувствует. Это, то есть, эээ, с детства вам, эээ, запрещалось чувствовать. Дальше, эээ, примерно три года желание присутствовало, затем начало потихоньку гаснуть. Ну, там что-то, может быть, эээ, в течение трёх лет происходило. Кстати, три года длится, эээ, влюблённость. Вот, поэтому, может быть, связано, что было с этим. Хотя я нахожу мужа привлекательным. Вот чувствуете, сколько формальности здесь здесь? Я нахожу, даже, даже звучит как официально, я нахожу мужа. Другие мужчины меня не интересуют. Есть такое, знаете, эээ, вот, чувство, когда ты читаешь или слушаешь человека, и вот прямо чувствуешь, что его не интересуют другие, значит, у него есть один или одна. И он, и он только о ней думает, только о нём, о нём думает, только её хочет, только его хочет. Партнёр, человек. Да? У вас этого нет. Вот я не чувствую, что, эээ, вас не интересуют другие мужчины, потому что вы находитесь своего мужа привлекательным. Вас не интересуют другие мужчины, потому что нет чувств, нет, нет желаний. А если бы интересовали, измены, может быть, и были бы. Ну, опять же, опять же, это только то, что я чувствую на основе вашего текста. Мне просто стало неинтересно это занятие. Ну, оно, эээ, с точки зрения, эээ, с точки зрения процесса, оно действительно не особо интересное. Вот, но делать его не ради интереса. Опять же. Когда ты любишь человека, то естественно, естественно, желание его целовать, рассказать и как продолжение заниматься сектором. Вот. Но, базируется всё, в первую очередь, на своём желании. То есть, я тоже хочу. Я хочу, ты хочешь, и вот такая история. Но об этом я скажу в самом конце. Так, я называю секс, в то же время отращать мои отношения. Для меня странно сходить про одну игру. Так, ну, всё, что вы пишете дальше, это, в принципе, в пределах нормы. То есть, я читать, читать даже смысла это не вижу. Потому что, ну, просто это вот, это выглядит как определённый темперамент просто. Вот. Если вот без учёта, да, без учёта. Серьёзно. До вашего последнего абзаца, где вы писали про свою позицию, я думал, 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 что просто вот вы такой своеобразный человек. Вот. Правда, то, что вы не хотите детей, для меня это уже немножко так. То есть, хотите помогать уже рождённым детям, это уже навевало на определённую мысль. Ну вот. Ну вот, то есть, пишите здесь, это абсолютно нормально. То есть, это вот, ну, так бывает. Так бывает. А сексуальности не существует, но подобное равнодушно бывает. Не обязательно это, это проблема. Ну вот. То есть, то есть, может быть, это и проблема, но человеку нужно захотеть её решать. Дальше. Ну, по поводу физиологии я уже говорил. Значит, смотрите. В общем, можно ли вернуть сексуальное желание? Надо ли это делать в принципе? В принципе. Сексуальное желание вернуть можно. Надо ли его возвращать? Обещать вам. В учётом того, что секс, что ты из мира животных и человек должен страдать духовно, я полагаю, что надо. Потому что это запрет. Вот. Который объединяет и вашу жизнь, и жизнь вашего мужа. Вот. То, что вы не хотите причинять дискомфорт своему мужу и хотите, чтобы он был счастлив. Вот это плохо. Потому что если вы захотите возвращать сексуальное желание, захотите работать над запретами, над снятием запретов, захотите работать с сексологом, так если вы пойдёте к врачу, обследоваться, смотреть свой гормональный фон и прочее, всё это нужно делать для себя. К удовольствию в сексе стремиться для себя, не для другого. Для себя. То есть делать всё, чем нравится вам. Что при наличии любви идеально спичатся ваши отношения. Будете делать для другого, для мужа, для кого-нибудь ещё, да? То есть, ну, что-то. Ничего не получится, ничего не выйдет. Просто потому что. Всегда будут какие-то ожидания, всегда будет разочарование, всегда будет недостаточная мотивация. Вот так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.